Тепло столичные квартиры получили еще в начале месяца, но на ТЭЦ Бишкека работы еще не початый край. Для прохождения зимы необходимо более миллиона тонн угля. Твердое топливо на ТЭЦ поставляется с местных месторождений и Казахстана. На сегодняшний день на угленном складе ТЭЦ города Бишкек заготовлено 300 тысяч тонн угля. Еще необходимо закупить около 800 тысяч тонн угля, но по ровной графике, согласно договору, поставка угля осуществляется. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров, ознакомившись с ходом завершения работ на ТЭЦ, отметил, что обеспечение населения и социучреждений теплом – приоритетная задача правительства. Нам поручено до наступления холодов завершить подготовку к ОЗП. Руководство ТЭЦ рапортовало, что на сегодняшний день централь готова на 90%. Они обязуются уже до начала холодов подготовиться на все 100%. В этом году объем воды в Токтогулке на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом. Однако на производстве электроэнергии это не скажется. Следовательно, веерных отключений не предвидится, уверяют энергетики. К тому же республика, как и прежде, импортирует электроэнергию из соседнего Казахстана. От потребителей зависит, если холод наступает, потребитель уже включает обогреватель, уже растет электрическая нагрузка. В зависимости от нагрузки мы увеличиваем мощность на электрических станциях. Например, для тест-города Бишкейк, согласно постановлению правительства, в зимние месяцы предусмотрено держать 360 мегаватт. В этом году в целях обеспечения населения твердым топливом во всех регионах развернуты угольные склады. Если ранее в стране насчитывалось около 700 подобных объектов, то к зиме их количество будет достигать тысячи. По энергетике проблем нет, по газу у нас тоже проблем нет. СОСО «Газпром Кыргызстан» мы уже подписали, 26 котельных у нас полностью обеспечено газом, поэтому тут вопросов нет. В части угля, да, есть информация, что где-то некачественный уголь поступается на тест Бишкейка и так далее, но эти вопросы мы уладили, и проблем не будет. Подготовка к ОЗП энергетикам необходимо провести качественно, дабы население и социальные объекты в холода были в должной мере обеспечены теплом и светом. И ответственное за это должно лежать на каждом руководителе энергоотрасли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пандемия пошатнула экономики стран всего мира. Дефицит испытывают даже государства с развитой системой финансов. Все потому, что в период локдауна нет доходной части, стоит производство, промышленность и даже торговля снизилась до минимума. Остро это ощущает и Кыргызстан, так как госбюджет вынужден нести дополнительные траты в связи с непредвиденными расходами, связанными с коронавирусом. Поэтому по итогам 9 месяцев госбюджет исполнен с дефицитом. Государственный бюджет в январе-июне 2020 года исполнен с дефицитом в размере 16,6 миллиардов сомов, что эквивалентно 7,3% ВВП, тогда как годом ранее был зафиксирован профицит в 300 миллионов сомов или 0,1% ВВП. В этом году падение доходов в несколько раз превышает показатели прошлого года, так как в первом полугодии большая часть денег была потрачена на профилактику коронавируса, закупку средств медицинского назначения и прочее. Кроме того, из казны выделялись деньги на помощь нуждающимся семьям. Дополнительным фактором увеличения расходной части бюджета стало повышение в начале года заработной платы учителям и сотрудникам правоохранительных органов. Ухудшение состояния сектора государственных финансов объясняется ростом расходов на 8,4%, сопровождаемым падением доходов на 16,7%. Снижение поступлений отмечено по всем позициям доходной части госбюджета. Пандемия в большей части повлияла на сокращение налоговых сборов. Поступления по налогам на прибыль и на добавленную стоимость упали примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Закрытие границ оказало дополнительное давление на функционирование организаций, задействованных во внешнеэкономической деятельности, которые на 86% сократили перечисления в бюджет таможенных пошлин. Из-за закрытия границ торговля свелась к минимуму. Сумма налоговых отчислений меньше в сравнении с прошлогодними показателями. По прогнозам аналитиков, снижение экономического роста будет наблюдаться еще как минимум до середины следующего года. И, как правило, это отразится на ценовой политике, в первую очередь, товарах народного потребления. С самого начала года мы заморозили очень многие, скажем так, проекты по причине коронавируса. Многие бизнесмены перестали работать, многие производства не работают. И то, что в начале был прогноз около выпадания из бюджета, около 28 миллиардов самов, но он подтвердился. И не только 28, сегодня уже по последним данным до 34 миллиардов самов бюджет может недополучить. И в этой связи получается, что вот эти обязательства государства перед госслужащими, перед врачами, учителями, но надо еще дальше сокращать все расходы государственные, плюс идут активные переговоры с международными организациями о оказании помощи. Аналитики говорят, что дефицит бюджета отразится на повседневной жизни каждого гражданина, так как в следующем году, учитывая ситуацию с ковидом и нескорое его завершение, правительство, скорее всего, не сможет покрыть дефицит текущего года, потому что необходимо будет погашать большую часть внешнего долга, который превышает 4 миллиарда долларов. По сообщению Минфина, уже завтра правительство должно рассмотреть бюджет этого года и финансирование на следующий. Надежда Усова, Азамат Кадыртуктоев, Аллато 24. На территории Республиканской клинической инфекционной больницы состоялось открытие нового корпуса, построенного из быстро возводимых конструкций. Для новой больницы закуплено порядка 180 единиц медицинского оборудования, мебель, бытовая и компьютерная техника. Здесь отделение реанимации рассчитано на 30 коек и два отделения по 35 мест, это и того 100 коек. Ну, здесь, естественно, больница предназначена была для лечения ковидных больных. Ну, мы надеемся, что коронавирус мы победим, и в дальнейшем он будет служить для нас, для лечения других инфекционных заболеваний с капельными инфекциями. Новый корпус РКИП начнет принимать больных с коронавирусом уже сегодня. Рассчитанное на 100 коекомест больница имеет отделение реанимации, которое построено и оснащено с учетом всех необходимых требований. Больница построена срок чуть более двух месяцев. Строительство начато было собственными средствами строительной компании. Сейчас строительство объекта полностью завершено. Но такой инфекционной больницы у нас в стране не было. Это первая больница, отвечающая по всем требованиям. В больнице предусмотрена система вентиляции. Кроме того, установлена централизованная система подачи кислорода пациентам. Это впервые построено по той системе, которая отвечает по всем требованиям. Есть палаты реанимационного отделения и рассчитан по две, по три для больных. Отметим, строительство новой лечебницы началось 25 июня. Проект профинансирован за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, выделившего под его реализацию 77,5 миллионов сомов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуй, для каждого кыргызстанца осень, время той, свадеб и различных торжественных мероприятий. Продолжение следует...